25 марта в нашей стране отмечается День работников культуры. Накануне профессионального праздника Центр эстетического воспитания отставил встреча работникам культуры города Великие Луки. В нашем городе всегда большое внимание уделяется развитию сферы культуры. И все, кто причастен к этому, своим каждодневным трудом делают нашу жизнь интересной, яркой и насыщенной различными событиями и мероприятиями. Событиями наполнен наш культурный мир. В год культуры знаменательные события. Мы так торжественно открыли концертом симфонического оркестра с участием наших юных исполнителей. Коллектив музыкального театра Трубадур представил зрителю мюзикл «Ромео и Джульетта». Музыкальная школа встречает участников и гостей международного вокально-чтецкого конкурса. Центр эстетического воспитания готовится принять участников научной конференции. Большое количество событий, значимых, интересных, востребованных великолучанами. И наше культурное сообщество реализует все свои творческие силы для их осуществления. Словами поздравлений и добрыми пожеланиями к работникам культуры в их профессиональный праздник обратились глава администрации города Виктор Каменский, исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Татьяна Лозницкая, заместитель главы города Сергей Огарев. «Надо дать должное, что наша культура, я думаю, не только в области, но и в Северо-Западе занимает одно из лидирующих мест. Мы видим, что по многим направлениям идет такая серьезная творческая работа. Куда бы мы ни обращались, или это художественное направление, музыкальное, или другие виды народные промыслы». Все желали работникам сферы культуры новых творческих успехов, вдохновения и реализации намеченных планов. В ходе встречи состоялось и своеобразное подведение итогов, честно влетев, что своим творческим трудом достиг особых результатов. Благодарности и почетной грамоты Комитета культуры Псковской области и Комитета культуры администрации города вручили лучшим работникам культуры. И впервые в этом году состоялось вручение главной награды – городской премии за профессиональное мастерство. В различных номинациях ее были удостоены директор детской школы искусств Юлия Буйко, руководитель студии бальных танцев Дома культуры Ленинского комсомола Виктор Кутятин, директор детской музыкальной школы номер один Анжелика Романюк, преподаватель детской музыкальной школы номер три Евгения Шевякова, руководитель городской студии звукозаписи Альбина Саплияускас и руководитель хореографического отделения Дома культуры имени Ленина Наталья Нестерова. Я хочу сказать, что любое достижение – это прежде всего результат совместных усилий. Всегда находятся такие люди, которые в тебя верят, тебя вдохновляют, поддерживают, создают тебе условия для работы. И поэтому эта заслуга не моя, эта заслуга наша. Спасибо вам. В завершение встречи, как всегда, звучала музыка. Небольшой концерт для коллег в этот праздничный день подготовили солисты городской филармонии.